Всем привет, друзья! Как же я соскучился! Третий сезон путешествий по России! А? Ну что, я полностью готов, но теперь начинать мы будем не в аэропортах, а на вокзалах. Надеюсь, вы правильно расслышали? Не ночевать, а начинать. Короче, осталось дождаться только Регину Петровну, и всё, я отправлюсь. О! Успел! Прикинь, Тимур, привет! 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 Я, конечно, рад тебя видеть, но вообще-то я ждал Регину. Регина Петровна тоже ждала, 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 ждала и дождалась. Только сейчас не совершенно другой малыш, а с тобой в этом выпуске. И я, свежий, красивый, ухоженный, убранный. Добавим к человеку из 2002-го, человека из 2022-го, да? Опыт и современность, классика и фьюжн. Хренюжин! Ты понимаешь, что Регина Петровна никогда в жизни с таким огромным чемоданом никуда бы не поехала. Нужно путешествовать налегке, потому что неизвестно, где ты окажешься. Ты можешь жить на улице, ночевать на чердаке, мыться в море. Так что давай уже заканчивай свой бизнес-лаунж. Ну, как вы понимаете, друзья, мы отправляемся в самое невероятное, самое смелое путешествие по самой легендарной железной дороге России. Транссибирской магистрали. От Москвы прямо до Владивостока. Да-да-да. Кстати, мы узнали, что обладатели билета Москва-Владивосток могут выйти абсолютно на любой точке своего маршрута до 10 дней. А потом они спокойно могут сесть в этот же поезд по тем же билетам. Да. Короче, мы узнаем все самое интересное, расскажем вам все самое ценное. А вы, если хватит смелости, попробуйте за нами повторить. Ну, пойдем покупать билеты. Пойдем. Так, договоримся сразу. Я на нижнем полке. Вот сюда. Здрасте. Здравствуйте. А? Да, здрасте. Пожалуйста, на верхней полочке обязательно, да, с трехразовым питанием, естественно. Чай, кофе можно со сливками, можно три в одном, с розеточкой обязательно. И, знаете, вот с полочкой, куда вот телефон можно положить, чтобы он просто не под волком лежал, а вот рядом. Он самое главное не сказал, нам до Владивостока. Да. Спасибо. Спасибо. До свидания. Мы поехали. Мы отправляемся в самое грандиозное путешествие через всю страну по Транссибирской магистрали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 45 дней экспедиции. 10 городов. И незабываемые впечатления. Это просто что-то невероятное. Это грандиозное зрелище. Офигеть. Увидимся на той стороне. Навстречу приключениям. Это Русоэкспресса. Поехали. У-ху-ху. Встречайте, мы приехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поезд прибывает на станцию Ярославль. Друзья, всем привет. Мы в Ярославле. Что ж ты так орешь? Время пяти утра еще нет, ты уже орешь. И укипалки, ну. Это что, взятка? Это Ярославль, Тимур. И благодаря этой банкноте мы с тобой решим, кто будет гулять, путешествовать по окрестностям города на деньги редакции, а кто на суточные три тысячи рублей в день. Готов? Легко сейчас. Крючу, верчу тебя запутать. Хочу, угадаешь, в какой руке деньги, станешь богатым. А-а-а. Вот в этой. В принципе, в моей жизни ничего не поменялось. Это называется справедливость, малыш. Сейчас мы узнаем, что такое быть богатым в Ярославле. Кстати, нам нужно вернуться обратно, чтобы поменять билеты на послезавтра. Потому что по правилам РЖД у нас есть на это три часа. Гоу. Вперед. Ярославль. Нулевой километр Золотого кольца. О, боже. Ярославль. Самый древний город на берегу Волги. О, уже становится интересней. Весь исторический центр города является наследием Всемирной организации ЮНЕСКО. А как же мои навыки звонаря? Город, который помещается у каждого из нас в кармане и дорог по-особенному. Это реально он! Многовековая история – это не единственное, чем может похвастаться Ярославль. Обалдеть, это очень вкусно, я вам клянусь. И мы посмотрим, как он сочетает современность со стариной. Принц и нищий! В первом выпуске «Руссоэкспресс». Кэшбэк 10% на всё до конца года. Закажите дебетовую альфа-карту с вечным бесплатным обслуживанием. На чём вы думали, я буду передвигаться по Ярославлю? На машине? Попса! Карета? Я вас умоляю. Вот! Пати-бас! Пусть сразу узнают, кто здесь король вечеринок. А Рома сразу поймёт, как оставлять о себе самые яркие воспоминания. Ну и вы будете знать, как арендовать самый необычный транспорт в Ярославле. Вперёд! Символ Ярославля – это медведица. Ну а я решил выбрать медведицу среди авто. Вуаля! И рык этого авто подстать. Поехали! Я знаю свою судьбу. Тусить. Тусить, а не от голода голосить. Ром, ты там живой? Боже, как я пафосно вышел. Время 5 утра. Багаж я сдал в камеру хранения. Пока всё ещё закрыто, никуда толком и не сходишь. Разве что... А не поехать ли мне на легендарную ферму? А легендарная она, потому что здесь доят лосей и получают лосиное молоко, которое стало визитной карточкой края. Ехать 120 километров, хотелось бы поэкономней. Надо найти транспорт и поторговаться. Гоу! В общем, потратив некоторое время на поиски попутки, я, кажется, нашёл то, что мне нужно. Ну, 120 километров ехать, быстренько доедем. Давайте за 1200 хотя бы. Ну, садитесь за 1000. Так просто? Спасибо. Будет весело, обещаю. Правда, возможно, не вам. Ну что, лоси, папочка едет. Стрелка – одна из главных достопримечательностей Ярославля. Это место обладает уникальной способностью. Где бы вы ни находились, на берегу, у воды или выше её точки, отсюда неизбежно открывается вид на речные просторы и главные исторические памятники. Отсюда видно Успенский собор, митрополитчий палаты, церковь Николая Чудотворца. А на берегу Волги, чуть ниже того места, где в неё впадает Которсель, расположился ансамбль Иоанна Златоуста в Коровниках. И все эти достопримечательности, включая весь исторический центр, входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Таких городов только два в России – Санкт-Петербург и Ярославль. Волжская набережная, яркая визитка и главный променад старинного города, где находится парк «Стрелка» в виде треугольного мыса. Видите медведицу с надписью «100010»? Это герб города и год его основания. Почему медведица? Это связывает с преданием, в котором Ярослав Мудрый сразился с ней, о чём повествуется в сказании о построении города Ярославля. Ох, в такую рань, когда ещё ничего не работает, только деньги редакции могут позволить тебе почувствовать себя настоящим богачом. А лучше всего зажиточным купцом, который решил насладиться чудесным завтраком с видом на свои владения. Ярославль всегда был городом ремесленников высшей категории, в особенности пекарей. Ярославская кухня вообще изобилует мучными изделиями. Ну и, само собой, Ярославль славится сырами, о которых мы сегодня, конечно, поговорим подробнее. Но пока приятный у меня аппетит. Ну а вы, голубчики, как там поживаете? Бьёте чулом перед братьями вашими сахатами? Ваше сиятельство! Вы, может, и купец зажиточный. Но есть ли у вас на столе молоко диковинное от лосихи сцеженное? Расстояние от Ярославля до деревни Сумарокова, где находится ферма по трассе, составляет 103 километра. Не ближний свет, но, надеюсь, оно того стоит. Ну что, друзья, мы приехали на лосиную ферму. И сейчас я отправлюсь на кассу, куплю себе билетик и даже, возможно, подоем огромную лосиху и попробуем её молоко. Гоу! Обычно лосихи приводят потомство раз в год или реже. Лосиха даёт молоко в 10 раз меньше, чем корова. Купить такой продукт в открытом доступе практически невозможно. Чаще всего оно продаётся на территории фермерских хозяйств. Там же можно и попробовать его, а также производные продукты. Учитывая все нюансы, становится очевидно, что стоимость молока лосих не может быть низкой. Как правило, она варьируется от 500 до 1000 рублей за литр. Здрасте, я Рома. Очень приятно, Алёна. Очень приятно. Будь вашим экскурсоводом. Так, потрясающе. Загореление для лосей. Я думаю, для меня. Мы сейчас двигаемся с вами к подросткам. Им год и два месяца. Сахаты здесь на свободном выгуле. Представляете, они уже так научены, что сами возвращаются на ферму и не теряются. Но, конечно, на всякий пожарный у каждого рогатого жителя есть ошейник с GPS-тракером. Привет! Пацаны! Пацаны! За краешек. За краешек. И вкорми. А вы знаете, что такое лосиный засос? Вот вы знаете, вы говорили про лосиный засос? М-м-м. А, вот так это выглядит, да? И всё. И отдаёте ему. Она длинная. Он берёт аккуратно за кончик, вас он не коснётся. Девочка, смотри, что я могу. Смотри, смотри. А, клёво. С тебя 50 рублей. А это мама лосиха. По утрам самки сами приходят на дойку, а своих доярок они воспринимают, как своих детишек. По рассказам даже охраняют их. Надеюсь, я сойду за маленького волосатого лосёнка. А она как-то вот ногой может долбануть или не может, да? Даже чужого человека? Мы к таким не подпускаем. Ага, всё. Если мы как бы уверены в лосихе, вы уже не первые экспериментируете. Не изливайтесь. Не убедила. Главное правило во время дойки лосихи – делать это молча. Я буду держать рот на замке. Вдруг этой капризной даме не понравится мой голос. Можно я один разочек попробую сосиску? Ага, всё, спасибо. Лосинное молоко является невероятно полезным продуктом. По своим характеристикам, оно кратно превосходит молоко всех одомашненных животных. Например, белка и кальция в лосином молоке содержатся в три раза больше, чем в коровьем. Но самый главный вопрос – какое оно на вкус? Тимур Михайлович, за ваше богатство. Обалдеть, это очень вкусно, я вам клянусь. Очень вкусно и не похоже вообще на коровье молоко. Оно какое-то такое чуть-чуть сладковатое, поболее жирноватое, но прям очень вкусно. Ну что, попробовали знаменитое лосинное молоко? Кстати, замечательное на вкус. На часах 11 утра пора назад, Ярославль. Кэшбэк. 10% на все. До конца года. Закажите дебетовую альфа-карту с вечным бесплатным обслуживанием. Правда, придется уже ловить покутку. Здрасте, до города добросите? Только денег нет. Класс! А я продолжаю путешествие по историческому центру Ярославля. Сейчас покажу вам настоящее место силы. Не только города, но и всей России. Одним из главных памятников архитектуры Ярославля является Спасо-Преображенский собор. Для города он имеет примерно такое же значение, как для Москвы Кремль. Представляете? Спасо-Преображенский собор в Переславском Кремле заложен Юрием Долгоруким в 1152 году. Здесь крещены многие князья, в том числе Александр Невский. В 1609 году, в смутное время, Спасо-Преображенский собор выдержал осаду и в 1612 году от его стен ополчение Менина и Пожарского отправилось на освобождение Москвы. Именно здесь находится специальная экспозиция, посвященная последнему экземпляру «Слово о полку Игреве». А меня, как музыканта, конечно же, привлекла возможность купить билет на звонницу. Здрасте, у меня вот. Держите. Спасибо вам. Хорошего дня. Спасибо. Ну почему закрыто? Почему закрыто? А как же мои навыки звонаря, приобретённые в Абдорском остроге? Вы, кстати, смотрели этот эпизод? Всё, экзамен сдал. Ребята, я остаюсь. К чёрту эту попсу. Смотрите, как здорово. К счастью, тут есть ещё возможность посмотреть панораму города с высоты 32 метров. Туда я и направляюсь. Иначе вообще было бы непонятно, за что деньги отдал. Звонница Спаса Преображенского монастыря – это одна из лучших смотровых площадок города. Ну, я думаю, вы сами это видите. Здесь открывается потрясающий вид и на сам монастырь, и на город, и на главную городскую отрасль – реку Которосель. Но есть в Ярославле одна достопримечательность, которую, готов поспорить, видел каждый житель России без исключения. И она ему дорога. Это реально он! Вы поняли, кто это вообще? Это Ярослав Мудрый, человек, в честь которого этот город назван. Только памятник располагается там, куда вообще подойти невозможно. Но при этом там есть ступеньки, которые предполагают, что придут люди, полюбуются им. Но ничего, у меня есть способ показать вам его поближе. Вперёд! И вот здесь буквально, по идее, нужно выйти, подняться по ступенькам, подойти к памятнику. Но нет. Между прочим, многие горожане со мной согласны относительно расположения. Потому что стоит он спиной к Ярославлю и лицом к Москве. Странно, конечно, но этому есть объяснение. Ярослав Мудрый словно встречает путников, которые приезжают в город со стороны Москвы. Выглядит он, конечно, очень старно. В левой руке он держит Ярослава, а в правой – меч. Ну что, центр мы с вами за 3,5 тысячи рублей в час посмотрели. Отправляемся дальше тратить деньги, дорогой редакции. Тебе лишь бы тратить и тратить. Лучше купи в пояс что-нибудь поесть. Ярославль не только столица Золотого кольца. За последние несколько лет он стал настоящей столицей граффити. Это город – целая галерея под открытым небом, где можно увидеть настоящие шедевры. Ну что, мои хорошие, сейчас я познакомлю вас с самым настоящим современным искусством города Ярославль. И расскажу о ребятах, которые просто бегали по гаражам и разрисовывали стены. И смогли открыть настоящее арт-пространство. Пошли смотреть. В Ярославле есть уникальное творческое объединение Юник. Креативное пространство Юник всегда открыто для посетителей. Находится объединение в самом сердце Ярославля, на улице Свободы, связывающий исторический центр города с вокзалом. Каждые несколько недель здесь открывается новая выставка, которая доступна за символическую сумму – за 250-300 рублей. Помимо выставок, в кластере еженедельно проходят открытые встречи художников, дизайнеров и прочих деятелей искусства, попасть на которые может любой желающий. Я Рома. Очень приятно. Давайте ко мне поближе. Рома. Рома. Очень приятно. Это все создано вашими руками. Да. Вообще изначально все это место было такое полузаброшенное помещение. Горожанка Саторская. Но сейчас это вот арт-мастерские. Ярославль еще немножко не добрался до уровня, чтобы все интересовались. Это наша миссия – расширять, масштабироваться, помогать людям просто что-то новое узнавать. Каждый желающий может пройти тут мастер-класс, причем не только по художественному оформлению. Показывайте мне что-нибудь. Еще я хочу все трогать, нюхать и смотреть. Я задую. Николай, не загадаю. Хочу, чтобы Анатолий переписал на меня свое арт-пространство. Это у нас венчарная мастерская. А я могу что-то попробовать? Да. Давайте пробовать. А ну-ка угадайте, что я сейчас делаю. Медведицу, голову Тимура или горшок? Что-то уже, да, происходит? Я прям сильно давлю. Можно прям вот так вот пальчиками. Пальцы должны находиться в одной точке. А, так вы же бы так вы... Оп! Соскочила! Слушайте, ну мне нравится то, что я сделал. Мне кажется, классно получилось. Отправим. Отправим. Да, обещайте мне, клянитесь. А, ну ладно, ваза отпадает. Ну что, так и не догадались? Приделать глаза и рот вылитый Тимур. А как подписать нам этот подарок, подскажет следующий мастер. О-о-о, уже становится еще интереснее. Я Рома. Саша. Очень приятно. Александр, вы занимаетесь чем? Занимаюсь каллиграфией на базе русской вязи. Здесь сочетаются два стиля. Белым как раз написано вязь. Здесь отрывок из стихотворения Бродского. А золотым сделан просто узор. Ну я уже вижу, что здесь написано. Роман Гаграманов самый потрясающий, замечательный, интереснейший, популярнейший, суперклассный звезда. И круче, чем Тимур Олегис. Раз уж я здесь прокачиваю свое творческое начало, то, конечно, не могу не попросить Сашу показать мне парочку каллиграфических приемов. Ну я считаю, это великолепно. Да? Чувствуется характер штриха. Премьера. Я бы хотела, чтобы на меня мужчина смотрел как на девушку. И он не обязательно должен быть медийным. То есть это может быть абсолютно любой парень. Просто он должен себя обрести в первую очередь и быть в себе уверенным. И быть любым. Но быть честным и все. И позволить себе любить. СМОЖЕТ ЛИ НАСТЯ СНОВА ВЛЮБИТЬСЯ? У меня никогда такого в жизни не было. Никогда. Реально. Сердце Ивлеевой. Всем вечера. Ну слушайте, я вдохновленный. В восторге мне очень понравились все работы. Мне очень понравились все локации внутри. И я отправляюсь дальше в город. В царских времен Ярославская земля была главным сырным регионом страны. А в советское время тут был открыт институт сыроделия. Здесь же была выведена особая порода коров ярославская. В прошлом году сыр из Ярославля стал лучшим сыром России. И это уже повод приехать на дегустацию. Поэтому я отправляюсь на частную ферму-сыроварню, которая находится на территории заповедника Плещеево озеро, где производят самые разные сорта сыров. От изысканных европейских до классических домашних. На сыроварне Марии Ковале искушенные сырофилы могут открыть для себя самые интересные виды своих любимых молочных продуктов. От качота и бураты до эксклюзивных авторских сортов. А это, между прочим, большая редкость для наших широт. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Тимур. У нас есть очень интересные авторские технологии. Пойдемте, я все покажу. Мы будем варить? Да, будем варить. И вы будете делать это сами, даже без моего. Сегодня мы с вами будем варить простой итальянский сыр. Сыр называется качотто. Это один из самых распространенных итальянских сыров, которые начали производить еще в 9 веке. Качотто переводится с итальянского как сырок, потому что свежий сыр имеет сладковатый вкус. Я смотрю, вы меня ждали. Да. Сначала в молоко добавили закваску и фермент для образования изгустка. Я же приступаю к его разрезанию инструментом под названием лира. Делать вот такие вот движения. Но лучше эти движения делать на себя. На себя. Нарезаем сыр до размера грецкого ореха. Далее вымешиваем сырное зерно, чтобы оно стало более плотным. Даже в процессе изготовления уже чувствую, как проголодался. Затем сливаем сыворотку. Так. Хочется работать быстро, но при этом аккуратно. Теперь нам нужно залить сырное зерно в форму. Кстати, это зернышко можно уже попробовать. Серьезно? Что чувствуете? Вкусно. Это нам на всю съемочную группу хватит. И даже на Ромка Громанова. Но у него нет денег, поэтому извини. Ну что ж, теперь мы с вами будем переворачиваться. Да, давайте. Это первое переворачивание. Вот так просто. Таким образом формируется сырная головка. Вау! Далее эти полуфабрикаты отправляются к камеру созревания. Это и есть камера созревания? Да, совершенно верно. Это камера созревания. И здесь по процессу созревания сыр приобретает свою индивидуальность. Кстати, вот качота, которую мы с вами варили. Молодая качота. А это уже качота с определенными сроками созревания. Процесс созревания сыров в зависимости от вида составляет от 10 дней до 2 лет при температуре 11 градусов. Ну что, мы узнали, как изготавливается сыр. А теперь пришло время его попробовать. Посмотрите на это фантастическое сырное изобилие. Это тот самый сыр, который я готовил. Он самый молодой из того, что находится на этом столе. Во-первых, чувствуется рука мастера. Во-вторых, реально очень вкусно. В следующем я попробую сыр, который называется Переславский Грюер. Со сроком созревания от 3 до 5 месяцев. А макну я его в кабачковое варенье с лимоном, которое подают здесь вместо меда. Да. Сейчас с каждым новым кусочком мне будет расплываться вот это все по лицу еще шире. Так как лицо небольшое, боюсь, улыбка выйдет за пределы буквально через три укуса. А потом были Леварден Резерв, Козий сыр Шеврон, Твердый Кампомароне. Вот я сейчас сижу и до сих пор ощущаю, как раскрывается вкус. Я никогда так сыр даже, мне кажется, и не ел. Так, вкусно. А можно я что-нибудь возьму с собой? До сегодняшнего дня я был сыроедом. Сегодня я стал сыроваром и вообще превратился в настоящего сыроголика. Звучит не очень, но зато вкусно. А это, кстати, подарки редакции за счет самой редакции. Ну вот, один-два, а это Роми. А этой головкой сыра можно оплатить отель? Кстати, о ночлеге. Мне же нужно его найти. И тут меня ждет сюрприз. Я нашел в интернете невероятный мини-отель с какими-то сумасшедшими тусовками и вечеринками. Когда-нибудь такое слышали? Тусовки и вечеринки в отеле. По-моему, такое есть только в Ярославле. И мы сейчас идем туда заселяться и тусить. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бронировал номер на имя Романа. Хочу заселиться. Сколько с меня? Тысячи семьсотых. Ну, пожалуйста, две. Не забудьте дать сдачу. Так, главный вопрос, который меня интересует, это вечеринки. Во сколько? Как они проходят? Я хочу сегодня их посетить. А сегодня, к сожалению, никаких мероприятий у нас нет. В смысле? У нас не каждый день. Сегодня нет. Что? Нет вечеринок? Ну, единственное, на что остается надеяться, это удобство. Оу, вау. Залетаем на рейв. Ребята, сразу хочу обратить ваше внимание на эту потрясающую дисковую инсталляцию. Как бы не хухры-мухры. Ну, над бэд. Я хочу сказать, что за те деньги, которые я заплатил, очень даже неплохо. Потрясающе красивый унитаз. Потрясающая душевая ванная комната. Чистая. Он не проснулся, Елена летучая. Ну, ничего страшного. Сразу встречает огромная вместительная кровать. Кузий пух. Вообще все прекрасно. Окно. А вид... А мы влетели на бабки, походу. Но вид я вам все равно покажу. Ну, пожалуй, пора, как говорится, на боковую, друзья. О, хорошо. Неплохо. Нормально, ребят. За 1700, я считаю, это лухари. Лухари, лухари, на битвам с ухари. А вот True Luxury находится в 30 километрах от Ярославля, в Некрасовском районе. Там расположился глэмпинг-парк, на территории которого находятся просторные шатры с видом на Волгу. А также главная фишка этого места – домик на дереве. Глэмпинг-парк – уникальное место для людей любознательных, ведущих активный образ жизни, ищущих приключений, обожающих свободу и при этом никогда не забывающих о комфорте. Привет. Добрый день. Добрый день. Обычно я прошу самый лучший номер, но у вас я хочу попросить самый лучший домик. Самый лучший домик у нас – это домик на дереве. Вот вам ключик, и он единственный в России, домик на дереве, в котором вы можете отдохнуть. Спасибо большое. Я даже не буду спрашивать, сколько он стоит, все равно за это платит редакция. А это кто? А это наш житель. Владимир. Просто символ гедонизма. Молчалив. И созерцателем. Владимир, а можно его подержать? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Володенька. Володя. Здравствуй. Не бойся. Я очень добрый. Друзья, в таких уникальных местах впечатление лучше разделить с кем-то в компании. Например, с новым другом. И так как это, получается, единственный домик на дереве в России, я проведу свой единственный день в жизни вместе с Владимиром. Премьера в новом сезоне. Новые супергерои. Сейчас мы прекращаем этот зал. Дайте шуму! Летающая девочка. Это как возможно вообще? Жонглирующий парикмахер. Вообще крутяк. Путешественник во времени. И бесстрашный десантник. Прыгает с высоты четырех тысяч метров. Ну да, конечно. У вас тут нет столько. Угадывай таланты вместе со звездами. Серьезно? Да что это за дети такие, я не понимаю. Вундеркинды. Новый сезон. Во вторник в полдевятого вечера. А стоит это чудо 25 тысяч за шутки. О, боже. И кухня. И все на месте. И микроволновка. И специальная штука, которая греет воду. И вы не почувствуете, что вы в России летом. Где нужно поливать себе из ковшика. А вот и удобный санузел. И душ. И раковина. И все остальное. Понял. Владимир говорит, что как хозяин, ляжет внизу. А мне предлагает спать наверху. Вау. Кровать на втором ярусе. Это классно. Хотя Рома не оценил бы. Ему бы это скорее напомнило. Его спальное место в плацкарте. Ой. Просыпаться здесь без будильника просто идеально. Потому что ты делаешь это под пение птиц. Кваканье лягушек. Доброе утро. Утро. Умиротворение. Спящий Владимир. Ох. И прекрасный завтрак. Что может быть лучше? Ой, как вкусно пахнет. Как вкусно пахнет. Так, каша. Да, вкусно как. И полезно, самое главное. Завтраки на природе. Это бесценно. Ну, в смысле, я не плачу ничего. За все платит редакция. О. Погодите-ка, а что это там за парус? Пойдем узнаем. Яхтинг модное и дорогое удовольствие. Можно заниматься в специальных клубах, а можно приобрести судно. Заниматься индивидуально и стать яхтсменом. В любом случае нужно пройти специальное обучение. А обучение будет вести инструктор Сергей, который, между прочим, переплыл Атлантику. Погода сегодня ветреная, поэтому я рекомендую одеть не промокаемый пункт. Спасибо. И спасательный жилье. Супер. Идет ли? Ну что, Димур, готов? Нету слова. Отлично. Согласитесь, это не фешенебельная яхта, в привычном понимании этого слова, а парусная. На яхте у нас есть два паруса. Это дрот из такси, который мы научимся ставить. И плюс освоим два поворота. Один поворот оверштаг и второй фердевинт. Помимо этого, вам еще нужно знать, что такое рангоут, тахилаш, фортик, рейлинг, камбус, пайолы. Ну, достаточно. И это даже немалая часть. Вообще, любая терминология очень важна на судне, потому что в противном случае предложение «пойти на мидель» может вас оскорбить. Мы запускаем двигатель. Ну, а как же паруса? Так, небольшой мотор нам нужен для того, чтобы отойти от причала. Следующим действием будет постановка грота. Так, это ручки сверху, мизинчики вперед. Ручки сверху, мизинчики вперед. Рука, продолжение конца. Ага. Спину не гнем, ноги не гнем. Соответственно, стараемся работать весом. Да. И вот такие движения. Ага. Господи, не упасть бы за борт. Тимур, посмотри. Румпелем удерживаю яхту, носом строго наведен. Мало того, что я бегаю, как ужаленный, пытаюсь все это запомнить, мне еще нужно думать о безопасности. Хочется пригнуться, чтобы не вырубила и не оставила в реке. Если хочется, будьте пригнуться. Как эта штука называется? Гик. Гик. Чтобы не гикнуться, короче, в пути. Правый стак, Сельшкот, готов, это я. Так. Соответственно, осмотрелся. Другой переговоры, я вам рукой показываю, как вы поворачиваете. И команды, поворот, соответственно, выполнили. Поворот. Поворот. Опа. Так. Вот себя. Вот себя. А, к себе. Вот сейчас было немножко страшно. О май гад. Все в отличие. Чего прирожденный моряк. Вау. И все ради одного поворота. Гик. С такси. Держу яхту. Рот. Правый стак, держи. Поверишь так. Все это оказалось намного сложнее, чем я думал, и даже экстремальнее. Но прелесть в этом отдыхе определенно есть. Но не для меня. Я надеюсь, ты не купил эту яхту. Иначе будем ездить по московскому метро. Ребята, какой же кайф. Просто как в детстве у бабушки. Речка, солнце. И вообще никаких забот. Вот, если, кстати, хотите, как я, найти место, которое подарит вам воспоминания о прекрасных моментах, тогда ловите совет. Берите смартфон, открываете Авито. А там множество вариантов с пометкой «Квартира проверен». Хочешь на море, хочешь в горах, хочешь в лесу, хочешь современную или как в детстве. Красота, удобное бронирование и проверенные арендодатели, с которыми можно связаться. И уточнить любые детали по заселению. Скорее отправляйтесь на поиски жилья мечты. Всем известен американский стрит-фуд. Будто русского нет. Ярославль нам доказывает обратное. Оказывается, здесь он очень популярен. И мы сейчас проверим вкус и доступность цен. Здрасте. Здрасте. Что желаете? Я желаю чего-нибудь прям вот русского. Давайте... Попробуйте суп в хлебе. Вот. Давайте суп в хлебе и картошечку. И сколько с меня? Да с вас ничего не надо. Я вас узнал. Спасибо вам за гороскоп. Это рубрика «Гороскопы». Бесплатно? Реально? Это все из-за гороскопа? Рыбы. Бы-бы-бы. Уходят в отпуск. Первые три дня им кажется, что они прогуливают работу. Супер. Давайте. Я прям... Мне прям очень приятно. Сколько ждать примерно? Минуток десять. Минут десять. Все. Ваш номерчик разозрели. Все. Спасибо большое. Мы пойдем посидим на лавочке. Подождем. Слушайте, ну не обманули. Порции действительно большие. Я уже хочу это быстро пробовать, потому что я жутко голоден. Давайте. Так, знаменитый их, пожалуйста, суп в хлебе. О-е-е. Ребят, пахнет потрясающе. Просто потрясающе. Я... Все. Очень вкусно. Очень сытно, вкусно. И для бюджетного туриста это на самом деле хороший такой вариант решения. Приятного мне аппетита. Приятного мне аппетита, Дима, а не тебе. Снимай панораму. Ну сколько можно тебя учить? Две секунды. Я обожаю делать вот так. Вот так. Советую всем. Это самое вкусное. Макайте в суп. Эх, Рома, видел бы Костя Ивлев, как ты с едой обходишься. Ну а я на обед позволю себе. Деликатесы. И не абы какие, а морские. За последние годы в России наблюдается устричный бунт. Общее потребление этого деликатеса за последние пять лет выросло в семь раз. В Москве насчитывается более ста ресторанов, где подают устрицы. И Ярославль тоже старается не отставать от этого тренда. И может похвастаться таким заведением. Центральное место ресторана – это аквариум с живыми морскими гадами из разных уголков мира. Там одних устриц 10 сортов. И, между прочим, там есть даже розовая Джоли из Намибии. Касабланка из Марокко. Анадара. Дальневосточная. Мы, кстати, направляемся именно туда. Ну и, собственно говоря, бывает даже уникальная сахалинская спизула. Ну, судя по названию, она, конечно, приврала, что она здесь бывает. Добрый день. Добрый. Я Тимур. Алексей. Очень приятно. Как так получилось, что в Ярославле появился невероятный вот этот вот ассортимент? Мы решили, что в столице очень много морепродуктов. Мы хотим повышать культуру потребления морепродуктов, в том числе и устрицы, потому что это наш продукт в наших аквариумах. И вот мы построили такую концепцию виной устрицы. А виной устрицы – это гармоничная пара. О, да. Чтобы было сексуально. Тут есть наши дальневосточные гребешки, анадары, наши российские устрицы. У нас также представлено несколько видов импортной устрицы. Это из Намибии, розовой джоли, и Касабланка из Марокко. Для того, чтобы устрицы всегда были свежими, ребята построили необычный аквариум, заселив его специальными бактериями и водорослями, тем самым создав экосистему океана. Ведь свежие устрицы – для сильных мужчин. Вы помните, что это невероятный источник тестостерона? Вот сейчас мы и проверим. Устрицы когда-нибудь открывал? Нет. Вот сейчас попробуешь. Так, ну это нож, это я понял. А это? Что это? Это, чтобы ты руку не поранил, когда будешь устрицу открывать. Перчатка кальчуривая. Да знаешь ли ты, что это реально за перчатка? Кстати, это движение лучше делать после того, как я съем устрицы, когда подскочит тестостерон. Три прекрасных экземпляра. Берем вот этой штукой вот сюда. На ладонь. На ладонь, да. Вот так. О, ребята, смотрите. У меня получается. И теперь движение вот так. Чик-чик подрезаем. Чик-чик. В ту сторону. Чик-чик. Да, и теперь открываем раковину. У меня получилось. Вау! Вуаля! Все, теперь можно пробовать. Вау! Но перед тем, как попробовать, нам предлагают сбрызнуть устрицу лимонной кислотой и винным уксусом. Это подчеркнет ее вкус и сделает его более насыщенным. Все приготовления сделаны. И начну я, пожалуй, с нашей императорской. Съесть и запить. Это будет удобно. Какой сейчас год? Ну, просто сейчас улетел далеко и надолго. Это было прекрасно. Ну, а далее пошла Хасанская. Ромаренко. Касабланка. И даже экзотическая анадара с красным соком устрицы, отдельным шотом. Вы представляете, я фанат морепродуктов. Но при этом анадару я впервые пробую именно в Ярославле. Это невероятно. И очень вкусно. А вот шот, которым запивают устрицу, не что иное, как ее собственная кровь. Соленая морская вода с ярким железистым вкусом. Короче, захотите классного, красивого и вкусного свидания с продолжением? Знаете, куда идти. Я чувствую, тестостерон подскочил. Надо от греха подальше. За город свой. Устрицы, Тимур, ты серьезно? Да мистер Икс его пассии. Можно было на эти деньги в свадебное путешествие отправить. Слушайте, ну чем себя занять вечером в Ярославле до отъезда поезда? Конечно же, покатушками на колесе обозрения. Колесо обозрения. Не срабатывает. Не хочет. Это очень плохой знак. Потому что ничего не работает, это очень плохой знак. Если колесо сломается. Спасибо большое. Ой, ну вот это карета, конечно, ребята. Вот это мы с вами принчессы. Тут вам и бинокль, а спектакль через сколько начинается? Принц и нищий! Я открою вам одну небольшую тайну. Я до *** боюсь высоты. Я обожаю парки аттракционов и всякие карусели. Но колесо обозрения я ненавижу. Но красиво. Но страшно. Но красиво. Но страшно. Пока не поздно, хочется сказать что-нибудь хорошее. Ярославль произвел мне на самом деле потрясающее впечатление. Есть на что посмотреть. Есть, где очень вкусно можно отведать разные блюда. Люди добрые, приветливые и всегда готовы прийти вам на помощь. Приезжайте в Ярославль. Будет вам хорошее настроение. Ты должен был вот здесь так вот отъехать на какой-то другой вид. Ну вот так. Привет. Привет. Прежде чем ты расскажешь мне, как прошли два дня, сразу скажу, что мне неинтересно. А я все равно тебе расскажу, как я провел два дня. Провел их потрясающе. Я кормил лосей, видел лосей, смотрел на лосей. Я ел потрясающий стритфуд и просто кайфанул от этих двух дней. И еще я научился писать вязью и написал тебе картину собственноручно. Как это трогательно. А я теперь, значит, сыровар, эмальер, ехтсмен, а еще ночевал в домике на дереве с Владимиром. Это я тебе в поезде расскажу. И это тебе. Это сыр? Да, это сырная голова. Смотри, какая маленькая, а стоит дороже, чем твоя. Да. А сейчас мы с Ромой отправляемся в Екатеринбург. Если в Ярославль мы ехали 4 часа, то в Екатеринбург 28. Да ты что? Нам столько всего нужно обсудить. Пошли. Пошли. Кстати, надо поторопиться, поезд стоит всего 3 минуты. Зачем я вернулся?